Сейчас абсолютно другая история. Это Inferno, соответственно, первый раунд на ваших экранах. Атака от SK Gaming. Стоят на дуге у нас игроки атаки, ждут возможного пуша, но, как мы видим, защита действует довольно аккуратно. С 2DK на чек реализовывает пока что совсем чуть-чуть свой юзб, хотя нет, совсем не реализовала, не попала. Вот сам просел. Така занимает близлежащую позицию, ну и команда SK Gaming готова раскидывать бэплэнт. Да, тут будет смок от колда на просвет. Ну, посмотри-то, на перетяжке очень близок будет Аутиматик. С 2DK сообщает о том, что, ребята, тут проблема. Нужна поддержка. Огневая, так точно, Тарик на подсадке пытается кого-то забрать. Тут Тарик есть в таких отшот против Фера. 5 на 4, но и при этом С 2DK тоже пытается рандомить. Аутиматик, еще одна подсадка и третий. Давай минус 2, получается, медь фольк, но бомба не поставлена. Колзара последний. И нужно как-то спасать свою команду. О, господи, что тут залетает против Аутиматика, но гробы его все-таки не отпускает. И на гробах этим гробовщиком оказывается С 2DK 1-0 в пользу команды Cloud9. Неплохо снова сработали американцы. В который раз стрельба. Это их сильная сторона, это их конек, козырь, и они эту стрельбу реализовали. Но команда SK Gaming, возможно, сейчас ответит какими-то первыми арморами, пистолетами. В принципе, предпосылки, что на кэше были, что на мираже были. Но вот, может быть, на Инферно как раз пришло время брать форсбай против американцев. С 2DK. Будет ли агрессия дальше после этой хаешки? Нет. Наверное, не стоит идти. Нет информации абсолютно сейчас по банану. Но это не проблема. Можно сейчас отойти на планете и уже сыграть. Так же успешно, как вы это делали на пистолетном раунде. Тако подходит по коврам. Там, кстати, два бойца сейчас готовы его принимать. Это раш вместе с Тариком. Ну и Тако здесь может, если и выйти, то, наверное, только против Планета или под флешку ворваться, там, убить кого-то на больших песках. Вряд ли команда Cloud9 попытается вот первым номером здесь сыграть. Ну, подходит. Подходит аккуратно. Игроки команды SK Gaming на центре чекают ребра лево-право. На коврах при этом находится Тако, который пока не действует. Хотя рано или поздно попробует, наверное, вычислить Тарик. Смок пока лежит. Тарик стоит прямо перед дымовой завесой и готов принимать ковры. SK Gaming 50 секунд до конца. Занимают ребра, чекают лево. Всего три человека. А у команды Cloud9 обороняет Аплент. И если грамотно зажать точку А, у команды SK может все получиться. Очевидно, ждали выпада у своих соперников. Но тут глубочайшая позиция от команды Cloud9. Но и Фолин, это было неприятно. Бомба потеряна. Соответственно, есть информация для защиты на перетяжке. Будет уже очень скоро работать Стюит Укей. Но пока что закрыты тут в планте оба игрока защиты. Как же не получается у Болса здесь выйти. Но все-таки Раша забирает Колдзер. Это уже для него в этом раунде второй минус. Соответственно, это большинство для SK. Остались только Аутематики Стюит Укей. Ну и крадутся американцы. Один на центре, один через ковры пойдет. С одной стороны, немножко быстрее, наверное, нужно действовать. Потому что нет диффузов. С другой стороны, можно было уйти на сейв. Но Стюит Укей под сеном фейлит немного с флешой. Теряет дополнительные три секунды. Но Тако пресекает его перемещение. Прекрасный хэт. Аутематик в конце один против троих. И вот он, по-моему, Форс. Хотя Аутематик будет драться до последнего. Ловит все-таки Тако. Время работает на команду SK Gaming. Шансов Аутематика никаких. И вот он, этот все-таки раунд. 1-1 SK Gaming отвечает хорошим форсам. Такое чувство, что сами полезли только что стреляться в Cloud9. То есть не было даже перекрестного огня. Нормально организованного только что на точке А. По сути, вы убиваете Фолина. У вас есть игрок на балкончике. Двое через плент действует. Почему-то вот они решили именно так встречать своих соперников. Хотя бомба была там под ногами. И было понятно, какие намерения есть у бразильцев. Но с другой стороны, здесь колд. Тоже поработал на размене. Очень крутая позиционка. Ну и потом выход на установку бомбы. 1-1. И, конечно, для защиты это очень неприятная история. После пистолетного раунда, такого крутого, проиграть форс. Тем временем, смотри, какой коэффициент на матч Фейс против Фнатик. Ты когда-нибудь думал, что вообще на Фнатик будет 3.65? Это, может быть, два года назад я бы не поверил. Если бы мне пришел, вот Сеня сказал, 3.65. Что делать вообще? Конечно же, надо что-то делать с этим коэффициентом. Но с другой стороны, конечно, Фейс здесь очень голодная команда, которая хочет больше, больше, больше побеждать. И, видишь, их обидели на мейджи. Ну как, они сами себя обидели. То, что допустили камбэк команды Cloud9. И хотят отыграться. Хотя бы вот здесь показать себя. Тем временем у нас форс от Cloud9. Довольно серьезно просел Така. Довольно серьезно просел Раш. На банане действует SK Gaming. Он кидывает стандартные флешки. Чекает цемент. Плюс там у нас никого нет. Но при этом на B непосредственно на кафеле находятся 3 человека. Фоллен неплохо действует под флешки игроков защиты. Кстати, с Tudek пытался реализовать свой девайс. Не получилось. Ну и Фер подходит. У Фера хороший девайс. Это АК-47. Минус Аутематик. Пушит дальше. Скадудл. ЦЗшечку реализовал. Сделал один минус, но не более того. И 2 на А в принципе могут на сейв уходить. Потому как слишком долго им будет перетягиваться на точку B. Тем более Така все это контролит. Да, тут в Таку конечно 4 хп, но одного может забрать, если не прочекают игроки защиты. Тарик все еще ожидает выхода на мидл. Но там уже будет бомба поставлена на точке B. Кстати, очень грамотно там все прочекали СК до последнего. Каждый угол. Ну и вновь попытка выхода на банан. Тут агрессия не сработала. Для американцев отмечали также в аналитике ребята то, что очень тяжело им на дуге в принципе сражаться. И возможно мы чаще будем видеть закрытый дефенс. Но с другой стороны все-таки команду СК тоже нужно как-то пытаться удивлять и укатывать, и свою доминацию вот вообще навязывать. То есть то, что мы будем здесь королями ситуации. Мы будем здесь жить, будем перетягиваться, играть 4 плюс 1. Но пока что мы об этом не будем говорить, учитывая то, что нет девайсного раунда у команды Cloud9. Так и уходят все-таки, не стал заходить на ковры. Понимают игроки команды СК Гейминг примерно где находится Cloud9, но им в этом раунде по крайней мере важна их экономика. И они сохраняют все свои девайсы. Но при этом вторые арморы плюс ЦЗшки это хороший вариант. Может быть сейчас поделятся по 250-ми те игроки команды Cloud9, которые засейвили девайсы. 2-1 СК Гейминг, матч продолжается, третья карта в противостоянии. Не знаю, чем все закончится, но в любом случае довольно интересные карты в этой встрече. Это факт Арсений. Пистолеты в руках Cloud9, есть Слажка от Раша, возможно выпустит своих тиммейтов на мидл или на второй. Кстати, да, это тоже вариант через больную сейчас пройти автоматику. Ну и там еще и паровозик будет. Но дело в том, что слишком уж далеко находится Coldzera. Намасто, один минус против Стюит, окей. Тут еще и Фоллин, но главное не ошибаться здесь. Ой, Тарика, он не пропускает все по таймингам, чекает Фер. На ребрах убивает уже Раша. Остается вдвоем автоматик из Кадудл, у которого 1 хп. Тут уже должен Болтс, наверное, съедать его. Ну, сложно выживать. Должны фармить все-таки дальше ребята из Кабада и СК. И Болтс забирает последнего. А также 1200 долларов себе в карман. Ну и счет становится 3-1. Все пока неплохо для бразильцев. И полноценный бай от команды Cloud9. Кстати, вчера я говорил, точнее сегодня говорил про матч от команды Cloud9. Это, я вспоминал, Рене Гейтс Cloud9. Как раз на Инферно. Вчера они играли. И в какой-то момент австралийцы взяли, выбили из колеи команду Cloud9. И ничего американцы сделать не смогли. Показали очень плохой дифференз. И потом проиграли карту 16-8, по-моему. И против Ликвид тоже были проблемы на Инферно, помню, тоже такое. Смотрели, комментировали. И при этом они вели вроде как со счетом 8-1, но отдали все-таки карту. Могу ошибаться. Слишком много матчей, слишком много интереса представляет сейчас этот раунд. Для нас есть 4, вернее даже 5 эмок. Сейчас у команды Cloud9 есть набор диффузов от Скадудла. Не так много гранат, чтобы воевать за банан. С другой стороны, тут, если что, вот получает стюит-окей вместе с автоматиком смог. Тут же будет подсадка. И потом работа через смог, наверное, или на прострел, или на 90-е тут будет перетяжка. Фоллин на коврах. Проверяет лево-право. Тем временем в бойлере у нас находится колдзира. Попробует сейчас вместе вычислить. Упал случайно стюит-окей. Снова подсадка на клумбе на точке B. Но пока непонятно, куда пойдут Скайгейминг. Они довольно серьезно на шумере на пленте A. Откинули несколько гранат. И все-таки перетягиваются под плент B. Нас ждет хорошая раскидка. Но за банан совсем не воюет Cloud9. Они в этом плане никаких выводов после игры с Ренегейтс не сделали. И, собственно, это может быть довольно серьезной ошибкой. Тут будут выпускать болтса на плент первого, судя по всему, маг-10. И так вот тоже может помочь. Болз нужно все-таки обогнать здесь Фера, который вместе с ним, конечно, готов выходить, врываться. Элтиматик. Флешка полетела не самая лучшая. Фера его уже успевает забирать. И стюит-окей не пропускает атаку. И Фера не посмотрели на цветы. Но дальше размин все-таки неплохой для команды СК. Будет бомба поставлена на перетяжке. Раш вместе с Тариком. У них нет дефузов. Они были у Скадудла. Откидывает Фолин Смог пока что на хелпу. Начинает нашивать КТ-спаун. Там у нас два человека. Раш и Тарик. Выбить плент Б будет все равно довольно тяжело. Ситуация 2 на 2. Много позиций нужно проверить. И до конца. Греки защиты не знают, где находятся их оппоненты бразильские. Ну и тут связка-то серьезная. Фолин и Колт. Хактель Молотова хороший под Фолина. Заставляет его выйти. Но лучше бы они этого не делали. Фолин выходит на дальнем стрейфе. И разваливает команду Клауд Найн прекрасными хедами. Да, спрей от папы Толедо. Было очень тяжело. Там моментальная просто ситуация с двумя хедшотами. Только что была на ваших экранах. Это было жестко. Это было кроваво. И команда Клауд Найн проседает очень сильно сейчас. У них вновь не будет денег. Каутематик покупает скаут. ЦЗшка также будет на руках у Раша Пет. 250 СК Дудл. Два Деглотарик и СТУИТ УК. В таком наборе будет тяжко работать против СК. Вязкая игра бразильцев. И ты знаешь, против таков всегда сложно. Аутематик находит Фера в яме на этот скаут, который сработал как дальше уже. И стоит задуматься так вот о том, как он сыграет против скаута. На скаут уже перетягиваются обратно на точку Б, я так понимаю. Он сейчас поменяет СТУИТ УК и будет или же на пятерке подсадиться. Тоже, кстати, вариант. Ну, вообще, стакнулись. На АПЛЕНТе игроки защиты. Непонятно, зачем, на самом деле, СТУИТ УК пошел на точку Б. В любом случае, он один ничего там не сделает. А вот угадать и выйти на АПЛЕНТ, принять команду СК Гейминг, наверное, было бы неплохо. Фоллин на коврах, ловит Раша, заходит дальше. Тем временем Талик действует в бойлере. Не факт, что Фоллин его проверит. Фоллин по-прежнему смотрит под ступеньками и идет на ковры. Бомба по-прежнему игроков команды СК Гейминг. По хп у них все неплохо. Ситуация 3 на 3. Ну и вот кто кого? Тарик или Фоллин? Фоллин или Тарик? Тарик чекает центр. И Фоллин все-таки проверил эту позицию, но Тарик был к этому готов. Забрал калаш. Получает информацию ребята из команды СК Гейминг. Тарик возвращается через борт, падает большие пески. И уже преследует его болтс. Все-таки выход на АПЛЕНТ от СК. Коуд уже получает прострел от скаута. 51% здоровья хп у него остается. Нужно протягивать сначала арку, а потом уже помочь своему тиммейту выйти через шорт. Коудзера проходит пока что. Стюит О'Кей будет возвращаться. У него нет информации по этой позиции. Но все-таки нужно топать. Еще и Стюит О'Кей тут отлетает. Болтс разбирается с СК. Тут последний Тарик. И 4 хп. У него очень мало шансов. Против Болтса и Коудзера. И тут нужно просто вместе выйти и убить соперника. И вот она смерть на больших песках. Все-таки были шансы у команды Клауд Найн. Но вот видишь, Стюит побежал. Не ожидал даже вот такого выхода от соперника. То, что он уже в арке будет слева для него. Ну и было тяжко уже выживать Тарику последним. Даже с Калашов. Ну, очень круто разыграли СК Гейминг. Хороший тайминг они выдержали в этой непростой ситуации. Переживал у нас игрок защиты. Думал, что это Бэплэнд. Но все-таки выход на А. И команда СК Гейминг его берет. Пауза наверняка от команды Клауд Найн. Снова бай раунд. Нужно снова обсудить, как действовать. За банан по-прежнему не было никакой войны. Может быть, сейчас все-таки Клауд Найн попытается хотя бы его взорвать. Повоевать под смоки. И не дайте СК Гейминг так просто занять ключевую позицию. Ну, там у Стюит будет уже в слабе. Хотя СК Гейминг тайм-аут. Опять. Да, да. Ну, это своевременные тайм-ауты от Папы Фолина. На самом деле он всегда знает, когда нужно поставить эту паузу, чтобы не дать своим соперникам вернуться. Или дать импульс своей команде уже возвращаться. Но здесь дело в том, что они и так уже три раунда подряд выходят очень уверенно. Хотя, с другой стороны, ну, в прошлом все-таки тут и Тарик поработал неплохо на бойлерной. Потом забрал АК-47. Но ключевой момент как раз-таки произошел против Стюит УК в исполнении Колдзеры. Лучшего игрока 2017 года по версии HLTV.org. Стюит УК со снайперской винтовкой. Уже направляется на банан. Кстати, возможно, не так уж и долго он там постоит. Учитывая то, что дальше не пошел. Да и поддержки. А вот автоматика. Минимум. Он только сейчас там будет перетягиваться с 90 на просвет. То есть, возможно, также еще одна подсадка. А тем временем команда СК занимает бойлерную. Второй мидл. И на первом тоже стычки не было. Скадудл пока что не выходил. Стюит УК откидывает ХЕшку на банане. Так, а ее не скушал. Снова за дугу никакой войны у нас не было. Тем временем команда SK Gaming пробивает, как обычно, ковры. И, грубо говоря, ничего не меняет. Интересно, о чем же все-таки говорил Fallen на этой паузе. Потому что пока все идет по тому плану, по тем тактикам, которые мы уже видели. Сначала легкий холд, заемка дуги, какой-то чек ковров. И вот, собственно, потом начинается самое интересное. На коврах все-таки остаются ребята. Начинают накидывать аплент. При этом бомба находится на банане. Духота. Очень тяжко сейчас в команде Cloud9. Тут дышать вообще на карте до Инферно. Их постоянно заставляют двигаться. Особенно вот эти два снайпера, которые не имеют пока что шансов на убийство. А там будет раскидка все-таки на точку А. Есть еще там и Смок и Молотовы. Вот Форна, Фера и Тако. Тарик откидывает свой на Шор. Тут будет также хороший Молотов, но не долетел, видимо. Немного, буквально на балкончик. Тако на большие пески. Тут Тарик врывается все-таки против него. Собирает противника. Пять на четыре же ситуация. И Тако нужно спускаться. Тут уже Фер пробрался все-таки на план 3. ХП у него остается враж. Справляется с Болтсом. Ну и же в три в пять. Но при этом еще бомба не была. Поставлено с Кадулу. Встречает Колдзер. И последний Фернандо. Здесь закрыт со всех сторон. Неплохо только что действовал Фернандо. Но при этом не сумел сделать минус. Ситуация пять в ноль. Отличный выход от СК Гейминг. Но при этом команда Клауд Найн пресекла все эти перемещения. Ребята справились втроем на Плэнти Ай. Не дали шанса врагу. У меня же был только что интересный Молотов, который должен был упасть на балкон. На борт, да. Не долетел. Все-таки на крыше взорвался. И тут было сложно дальше выходить в команде. Дело в том, что этот Молотов работает с две стороны. То есть он может сжигать оппонента. И ты еще можешь потушить Молотов смоком. И потом выпрыгнуть под старшину. Тоже очень круто это работает против больших песков. Скаду удал. Проверяет выход на метро. Там пока что не было агрессии. Ферн. Ближе всех. Находится к своим соперникам уже в бойлерной. Очень активно двигается. Что самое интересное. В соло это делать, как и всегда. Это агрессия. Не самые приятные хэшки. Под стюит. Окей. Остается 45 хп. Така действует на банане. С АК 47-м. Проверяет плент. Уходят поглубже игроки защиты. Команда СК гейминг в принципе может раскидывать точку B. Вообще я бы на их месте постоянно только B раскидывал. Очень пассивная игра от команды Cloud9. И хорошая раскидка это в любом случае выход. Подразмен. Установка бомбы. И потом клач. Ситуация 2 на 2. 3 на 3. Ну вот собственно СК гейминг это и поняли. Да. Это выходы и 5 банан. И сприт тоже может сработать. Этим пользовались Liquid против команды Cloud9. Я думаю что СК сейчас держит в уме Фер. Будет Молотов на сэндвич я так понимаю. Ищет лучшую позицию. Ну и что ж. Готовится очень крутая раскидка от бразильцев. Тут много гранат сейчас полетит. И флешки и Молотовы. И соответственно Смоки. Самое главное чтобы выйти. Ой-ой-ой. Как неприятно сейчас Тюйтоке. Нужно выходить. Или гореть. Гореть. Все-таки гореть. И болт забивает автоматика. Только один минус от опорников. Провал. Ну реально я не понимаю на что упор у команды Cloud9 в подобных раундах. То есть вот тут знаешь что было показательно. Нам показывали игрока с коктейлем Молотова. Которые просто там под... Ну там позиция опасная. Там постоянно игрок защиты под флешку может ворваться. Хаешки. Коктейли Молотова. А тут просто чувак прям вплотную стоит и выбирает себе этот пиксель. Как же лучше мне кинуть эту гранату. Но это показывает что реально ну никакого вообще напряга нет для команды SkyGaming. Они стояли под B-плэн там раскинули зашли и все. Ну нужно все-таки как-то задуматься об этом. Вот даже ты знаешь. Видно вместе с Тюйтокейм. Вот Аутиматик любит играть. Вот на одной точке. Они там отыгрывают. Они классные стрелки. Но если у вас вот так вот на инферно обстоят дела. То что вы не можете воевать. И вам не уютно на банане. Значит нужно менять позиции. Значит нужно менять игроков на точке B. Чтобы как-то более там активно показываться. Потому что Дуга пока что полностью подконтрольна команде SK. И вообще я отмечу в очередной раз классные раскидки. Тут просто юбилюрно все. Ну кроме Молотова который не долетел. Но это абсолютно не важно. Я думаю что ребята уже забыли об этом. Ну посмотрим чему придут сейчас Cloud9. Пока что не ставят тайм-аут. По-прежнему два человека идет у нас на точку B. Будет ли выпад какой-нибудь. Стьюит окей. И кто нет. Кстати скадудлся. ВП по-прежнему на пленте играет. Ну хотя бы откидывают баночки. Коктейли Молотова. Фоллин моментально ловит аутематика. Без флешки действовал игрок защиты. И естественно Фоллин не ослеп. Два игрока по-прежнему на B пленте. Так как стянулся Тарик на точку. Но при этом всего лишь два человека обороняет плента. Слишком рано потеряли бойца. Команда Cloud9 вынужден стягиваться. Например Тарик на точку B. Одна зона будет открыта более такая. Ой и Стюит окей. Болтс. Это был выпад под флешку я так понимаю. Болтсу было мало шансов на то чтобы убить соперника. Стюит окей отпускает. Фоллин все еще простреливает эту стеночку. Но соперник уже отошел. Точно так же как и Тарик еще в стадии решения. Как же все-таки сыграть в этом раунде. Пойти на А и угадывать. Оставить Стюит окей в одиночку. Здесь просматривать выход на банан. Ну или с другой стороны просто остаться на арке. Это наверное единственное правильное решение в этой ситуации. Потому что по контролю мидла у команды Cloud9 все очень-очень плохо сейчас. Не отдают эту позицию. Ну и соответственно хелпа если что от Арика будет очень быстрая. Раш тем временем на борту. Готов принимать Аплент. Рядом с ним стоит Скадудл. Вопрос промахнется ли снайпер команды Cloud9. Или все-таки сделает свой фатальный для СК выстрел. Скадудл промахнулся. Откидывает флешку. Можно заходить. Раш тем временем тоже упал в большие пески. Сделал минус. Откидывает флешку Скадудл. Летит огромное количество гранат на Апленте А. Смог на дефолт. Ну и пока что слишком медленно идут СК гейминг. Но фаер удалось забрать рашу в больших песках. Зажатые игроки команды Cloud9 на Апленте. Скадудл и Тарик. Подтянулся к ним в стюит окей. Бомба ставится на дефолте. И все не так уж хорошо для команды СК гейминг. Фолин один против двоих. Бомба на дефе. Тарик запрыгнул на ящик. Пытается найти Фолина. Фолин замечает сверху оппонента. Перезарядка с АВП. Скадудл мажет. Фолин уходит. И все-таки Скадудл его не догоняет. Фолин уходит на бойлер. Скадудл пытается найти соперника. Чекает ребра. Скадудл не услышал Фолина. Проверяет ковры. Фолин тем временем уже ушел на очень важную для себя позицию. Бомба справа, кстати, от дефолта. Не совсем стандартная. И может быть, Фолин об этом не знает. Начинается дефу. Скадудл просто решил осдэфить. Скадудл замечает Фолина. И все-таки этот раунд уходит в копилку Клауд Найн. Как же это было круто. Вот и Фолин, и Скадудл в принципе делали все правильно. Предельно. И этот выход от Фолина. Убийство первого соперника. Потом просто отпрыгнуть. Да, не попал. Это не важно. Ушел через бойлерную на ковры. Потом задергал оппонента. Но все-таки здесь реакция от Скадудла. Лучшего снайпера североамериканского региона. Десятый раунд на ваших экранах. И сейчас Клауд Найн закупается почти на все деньги. Тут останутся только Аутематика и Раш. Если что. Так что очень важно именно этот раунд занести себе в копилку. Авик от Скадудла. Эмки у всех остальных. И Калаши от команды СК Гейминг. Неужели снова пойдут на точку А? Потому что именно там у СК самые большие проблемы. С точки Б проблем пока никаких нет. Бомба лежит на яме. СК как обычно занимает дугу. Фолин тем не менее проверяет ковры. Никого там не замечает. Хэшки на кафель. Дэмэджа не нанесли. СК играет довольно аккуратно. Ну а рядом с ним Аутематик. Минута 20. Времени еще вагоны маленькие. Мне кажется, что решение выйти на точку Б. Вот еще раз давайте ребята. Там СК не так уж и хорошо против нас отыгрывает. Так что нужно ломать дальше свою линию, гнуть. И разваливать именно эту точку. Раскидка от Калдзера. Флешки были на шорт. Для того, чтобы соперники подумали о том, что возможно пытается кто-то выходить на ребра. Проверять. А может быть там еще есть АВП. Но пока что об этом еще не знают. Это у нас Американцы. Пять калашей у команды СК. И не так уж много раскидок остается. А Фоллен вместе с Фером будут раскидывать точку Б. Аутематик. Тут тоже классный смок на этот выход. Ну, время еще есть, чтобы постоять и подождать его. СТУИТ УК, кстати, уже свой смок потратил. Только флешки остались. У Аутематика, если что, будет молотом. Чтобы удержать соперникам. СКДУДЛ начинает немножко читать всех соперников. Откидывает флешку на кафель. Зайти на Б-плэн будет довольно тяжело. Вот сейчас неплохо. Наконец-таки действует, как американцы. СКДУДЛ зажал гранату. СТУИТ УК подсажен на клумбе. Ну, и зайти будет очень-очень тяжко для команды СК Гейминг. СТУИТ УК ошибается со своим префайром. Так, а ловит его. Аутематик за Б3 включается. Делает один минус, но не выживает. СКДУДЛ на подстраховочке тоже умер. 2 на 2. Болтс и Фоллен. Не очень хороший размен. 2 в 2. Действительно. Это выход через банан. Это очень близко. Действительно, бомба уже поставлена. Есть дефузы от Арика. Вернее, от Раша. Но от Арика есть также возможность выпустить своего тиммейта под флешку. Кстати, не слышали только что игроки атаки, что уже с дуги находились защитники. С другой стороны, по таймингу будут чекать все-таки этот выход. Но на дефуз будут играть уже игроки атаки. Ой-ой-ой. Свой какой выход. И Тарик даже не смотрел на 90. Он думал, что Раш, наверное, будет как раз-таки просматривать выход от оппонента. Но нет. Этого не произошло. И Раш уже просто уносит ноги с точки Б. Это раунд для команды СК. Но учтите, что это был выход 5 в 3. И при этом был выход под молотов. Полт смог, который был от Скадудла. То есть было очень неудобно СК. Но каким-то образом они встретили первого на просвете абсолютно не готового к этому моменту. То есть к этой приемке. Это был Стюит Уке, если не ошибаюсь. То есть он просто стоял посреди просвета, возле дерева. И вот там все разорвали без шансов. И только потом включились аутематики Скадудл. Ну а в конце, кстати, странно. Не посмотрели почему-то гробы. Хотя были уже довольно близко на банане изначально. И если игроков не видели, то логично, что они как раз-таки в церковь и пошли. Ну а тем более, что Момба стоит... Ну, тут видишь, должны были вместе выходить через кафель. Один смотрит 90, а второй уже попытается там где-то прочитать нью-бокс или может быть сэндвич. Ну, дело в том, что как-то совсем не вместе только что сыграли Клауд Найн. Видимо, не договорились. Ну и вот они, экономическая проблема американского коллектива. Ой, как неприятно. Ферр тут залетает. Где-то ему вообще попали. Тиммейт там был прострел, я так понимаю. Да, скорее всего, ползера. Ну, Тарик близок к тому, чтобы пытаться убить соперника. ЦЗшка на расстоянии против уже битого Фера. Это шанс в их отводе. Твой очень грамотно Ферр здесь прочекал. Дальше не пойдет. Понимает, что нужно играть аккуратно. Уходит назад. Ну а тем временем снова под Б находится Фоллин. В этот раз с АВП смотрят гробы. Никого у нас в той области нет. Подсадочка на ближний ящик. Рядом на сэндвиче стоит у нас при этом Аутиматик. Ну и так в две Юмпэшки. Ребята попробуют сдержать опять точку боя. И бомба опять перетягивается именно сюда. СК Гейминг, наверное, без раскидки уже в этот раз будет заходить. И, кстати, раскидка здесь, скорее всего, нужна. Прилетает Смок. Фоллин понимает, что как минимум один в районе сэндвича. Ну а Смок это 18 секунд. Поэтому, если заходить на Б-плэн, то на 30 секунде. И, кстати, снова Тарик отошел на точку Б. Ну и еще один Смок, если Сюит окей. Тоже важно. Тарик уже будет на приемке, на просвете. Там флешка полетела первая. Так, вот, забирает Сюит окей. Аутиматик на размене. Тарик вместе с ним уже пытается принимать этот выход. Ферр. Отлетает просто без шанса. Фоллин против Аутиматика. СВП уже сработала ситуация 3 в 3. Но при этом Тарик и болтс очень красные. Нужно пройти этот кафель. Господи, Тарик получает под себя уже эту картошку. Взорвали, убили. Просто зарезали. Ну и, соответственно, ситуация 2 в 3 уже. Плачевная для Раша Искадудла. Это Эмка и Скаут. Есть диффузы. Но от Раша будет больше всего зависеть в этом раунде, если они будут идти на ритейк. Нет. После Молотова разворачиваются на сейв. Уходят назад у нас игроки защиты. Будут сейвить на Апленте Скаут и Эмку. В принципе, в Скауте смысла немного. А вот Раша полностью затарена. И поэтому это однозначно да. 8 раундов команды Искайгейминг. Это в любом случае победа в первой половине. Ну и показывают нам, что денег совсем... Мало снова у команды Cloud9. Что делать с Б? Сеня, вот скажи, пожалуйста, какое может быть решение команды Cloud9 вот в этой ситуации? Потому что у них совсем не получается там обороняться. Даже втроем? Снайпера поставить. Втроем при этом занимать банан надо обязательно. В четвером можно занимать иногда банан. То есть Искайгейминг, они ни разу не зашли быстро на Аплент. Ни разу. То есть не было раша какого-то или через ковры выхода. Они играют пассивно. То есть делайте укрепление Б-Аплента. Была там один раз вылазка от СТУК удачная. Один раз Утиматик, но вообще без гранат. Его Фоллин тогда убил. Но как бы так действовать не стоит. Странно, почему команда Cloud9 так плохо играет на Б-Апленте. Реально я не понимаю. Все команды в мире делают нормальный... Возможно, стоит попытаться хотя бы занять этот банан. То есть тоже не так поставить снайпера, а так вот близко как-то... Все команды в мире хорошо занимают банан. А почему Cloud9 не делают этого? У них получалось на мажоре, понимаешь? Вот там СТУК со снайперской винтовкой принимает. А Утиматик вместе с ним. Это работало, да, действительно. Они не боролись там за банан. Так было вот против команды Фейс. Но дело в том, что постоянно же не будет так получаться. Отыгрываться. А так вот отстаиваться просто на одной точке. А потом уже принимать выходы более поздние. Тут СК на самом деле в предыдущем раунде даже в смуг выходили. И все равно такие сложности. Вот вы скажете о том, что там были плохие девайсы. Да, это правда, действительно. Но с другой стороны, три игрока, которые делают два минуса... Такие плохие девайсы, они уже пятый раунд на Б проигрывают. Да, мы об этом даже уже не говорим. Все раунды, которые взяли СК, это на Б, по-моему. А по поводу там подрезали, зарезали, ну, ребята, это продолжение логической цепочки. Убили всяческими способами, там отрезали игрока защиту. Но, соответственно, вышли только что СК на точку Б. Как сейчас играть? Ферн вообще не меняют. У него один вейпоинт. Он просто вот выход бойлерную, там где-то молотов под себя. Дальше вот выход, можно прочекать ковры. У него очень скучная игра на самом деле здесь. Потому что в основном там экшен на точке Б. А на точку Б, вернее на банан, очень часто выходит в первую очередь там так вместе с болтсом. Да, слишком просто играется сейчас СК гейминг. Никаких контр-выпадов от Клауд Найн. При этом того же Фера могли бы как-то через ковры пытаться забрать в комбинации там два ковры. Но даже этого нет на Апленте. Слишком пассивная игра как на А, так и на Б. Подсадка на Клумбу. Уйдет СТУК на гробы или на КТ-спаун снова. Ну, а команда СК гейминг опять может заходить на точку Б. Не знаю, дежавю в каждом. Ну, возможно, они хотят больше разнообразия. Потому что вот так вот ходить на Б тоже может быть неинтересно уже, что ли. Тут можно обо всем говорить. СК гейминг при этом ходит на Апленте, потому что думают, блин, ну они что-то должны придумать. Да, да, уже может быть там СТУК Б. Они все-таки грамотные ребята, они должны что-то на Б придумать. Три плюс два уже совсем уже закрыты, да. Команда Клауд Найн, они не чувствуют себя в этой игре. А тут дело в том, что слишком много уже уверенности. И эта уверенность Искаддавит на них. Фер, посмотри, какой тайминг. Просто только вот СК дудл ушел на Б как раз таки. Они же ожидают выхода на Б, но тут выход на Апполлин забирает Тарика. И, господи, тут огромная проблема автоматика на коротком забирает Тарика. Выход тут Тарик на самом деле мог помочь команде, но отлетел без шансов. Кландзера разбирается с СК дудлом и СТУК и с Рашем уже ни с чем остаются в этом моменте. Это 9-3 СК, конечно, раскатывают. Да, пока раскатывают. Причем СК на самом деле команда, у которой нет каких-то супер комбинаций, супер раскидок на планете, причем на карте до Инферно. Они всегда играют только от скилла, от розыгрыша, инфы. На Инферно так точно. И тут команда Клауд Найн ничего, увы, нам не показывает. Но в любом случае остается еще три раунда. Да, хорошие баи должны быть у команды Клауд Найн. Как минимум два таких раунда нас еще ждет. Поэтому посмотрим. Может быть время Клауд Найн еще не пришло на Инферно. Будет ли конфронтация? Вот в чем вопрос в этом решающем. Матча в решающей карте до Инферно. Ребята, третий, если вы только что подключились на эту трансляцию. На выживание борются эти команды. Тут очень тяжело команде Клауд Найн в первую очередь. Ну и какие выводы по банану? Стюэн такие будут ли занимать? Не так уж и много. Опять же отмечаем гранат. То есть Хадудл закупается только смоком, флешкой. По минимуму здесь у команды защиты Дефуза вообще нет никаких шансов, чтобы выйти хотя бы в агрессию. То есть понимаешь, все просматривается. СК во всех позициях ждут этого выпада. И потом уже очень медленно подходят под пленты. Фуалин вместе с Ферром. Урывается уже на ребра. Будет смок в плент. Это тоже, кстати, стоит отметить. И... На малые пески. Ну и будет ли тот самый смок, о котором говорил Бумыч? Вот и заход через... Ты им уже вот с Хадудла, флешка была. Но тут дело в том, что так боятся Клаудлайн. Они не понимают вообще, как против них сейчас будут играть оппоненты. Выход через смок просто от Ферром. Аутиматик разворачивается обратно. Будет приемка на арке. Колдзера вместе уже со своим тиммейтом. Аутиматик заверяет первое, но все-таки Колдзера его забирает. Это сплит на Б. И от стюит-окея тут все зависит уже. С стюит-окея должен через гробы сделать огромное количество киллов. Он этого не делает. И три человека на апленте могут уходить на сейв. Вот ослепили Фоллина. Тот действует на центре. Игроки защиты понимают, что нет никакого резона уходить на Б. Пытаться выбить. Забрали Фоллина. Но даже в ситуации 3 на 3 вряд ли попробуют отстрелить своих соперников. Уже и так вышли на Б. И так вышли на Б. Но как еще обороняться Клаудлайн? У них есть не только банан, который они не просматривают. Видишь, у них есть не только одна дырка. Но и уже арка. То есть уже большие пески здесь остаются вообще не у дел. Потому что ломают здесь по динаму. Да нет, ну когда уже навязали игру, то действительно будет получаться все что угодно. Потому что все игроки боятся, начинают переживать за Б. То есть ты не можешь ставить на апленте, когда у тебя набодырка. Да, видно, что вот именно боятся. Это очень хорошо подобрал слово. Не то, чтобы там не залетает. Я вообще не влюблю. Вот когда говорят, там не летит, не попал, не перестрелял. А тут просто ты боишься уже, что тебя будут сносить. Просто в любой ситуации ты уже чувствуешь себя неуютно. И уже начинаешь очень много ошибаться. Ну пока такой у нас матч получается. Третья решающая карта. Вроде как за жизнь. Вроде как команды должны рвать друг друга. Но пока что у нас в роли монстра. Просто выступает команда СК, которая свою добычу разрывает на части. 10-3 и 2 раунда нам осталось посмотреть в первой половине. Така с тиммейтами занимает по-прежнему область пока что под ямой. Два человека бегут по ложному. Тем временем немного укрепили Б-плент игроки Клауд Найн в начале. Стягивается уже, правда, Раш на плента. Колдира готов выйти на ребра. Ребра полностью американцы отдали. Раш, возможно, пойдет сейчас через короткий. Но особо не агрится. Стоит просто так довольно пассивно. Ну и наконец-то с бананом что-то стали придумывать. У нас игроки защиты откидывают очень много всяких разных банок. Но они делают это на минуте 20. Тем временем Фер решил пойти все-таки через зеленку. Получил прямо от СК Дудла. И два игрока у команды Клауд Найн ушли снова в пассивный дефенс на Б-пленте. Наконец-то Фер принимает. Клдзерад уже попытался выйти через этот смок на шифте. СК Дудл здесь хорош. Молодец. Прочитал данную агрессию от своих противников. Но Фолин в коврах еще не дремлет. Он ждет выпада от соперника какой-либо ошибки. И тут сразу же будет ситуация довольно-таки приятная. Так, ой, какие тайминги могут быть здесь. Стоит-таки пытается отойти. Но там еще и подсадка была от автоматика. Так что справляются сейчас опорники точкой Б со своим противником. Фолин вместе с Болтсом 2 в 5. Но будут дальше охотиться. Почему бы и нет? У них вроде как денег хватает, чтобы до последнего воевать здесь. Фолин, судя по всему, попытается выйти и сделать какие-то минусы на точке А. Ну а Болтс остается под Б. После смока тоже будет попытка выхода. Как же это было опасно. Ну, два минуса желательно Фолину тут сделать. Если справится, тогда Колдзира подхватит и ситуацию на пленте Б. Колд одного убивает. Идет дальше. Проверит ли за Б3. Ну, вряд ли. Он не понимает, что Утематик тут прячется. Почему Утематик дарил поставить бомбу даже в такой ситуации. Но это раунд для команды Клауд Найн. Счет 10-4. И вот он последний у вас на экранах. В итоге, что мы только что лицезрели. Это очередной выход от Ферра через Смог. Это уже третий вроде как подряд. Потом Колдзира тоже попытался за ним. Но Скадул здесь уже второго тоже, в принципе, читал. Ну, команда СК уже слишком нагло начинает действовать. И они себе могут это позволить. Все-таки 10 раундов в атаке. Но, с другой стороны, до последнего тоже нужно воевать. Все-таки против вас выступают чемпионы последнего мейджора. Последний раунд в этой первой половине. И сейчас, в принципе, у Фоллина есть трет, чтобы выйти агрессивно. Как на Банан, так и сыграть против Медла. Ну, пытался как-то Ферр разнообразить все-таки свою игру. Поэтому, собственно, наверное, и погиб, выходя через Смог. А вот Фоллин очень жестко умеет играть против любого снайпера, любого выходящего игрока на кафеле. Особенно, если ему не кидать каких-либо флэшей. Аутематик получает авик, потому как отлетело оружие от взрыва ХАЕшки. Тем временем, Тарик решил сыграть все-таки на коврах агрессивно вместе с Рашем. Но по одному Раш стоит и понимает, что, в принципе, на него должны выходить. Собственно, и Ферр прекрасно осознавал, что где-то здесь, возможно, находится еще один соперник. Но при этом Калдзира делает размен. Раш падает на Апленте. Никого у нас нет. Команда СК Гейминг может зайти на точку и поставить бомбу, но не торопится. Тем самым дают шанс все-таки к какому-то Скадудлу. Да, он уже вышел через малые пески. Гарит выход через ковры. Фоллин, какая флэшка. Он таки хорошая, но под нее только сейчас выходит Габриэль. И убивается. О, Скадудла. Но так вот тут же на размене. Ситуация плачевная для Аутематика. Он только сейчас на перетяжке через библиотеку. Там еще и смог на малых песках. Так что выхода пока что у Тиматика нет. Ну и бомба уже поставлена в пленте. Болтс остается за ящиком. Тут, кстати, очень хороший молот. Там хояшка прям под ноги Аутематику. Болтс ставит точку в этом противостоянии. 11-4. И тут Стюит ОК. Очередной раз показывает очень провальный Инферно. То есть мы уже отмечали против Ликвид. И вот там тоже где-то 5-14, 5-13 у него счет был. И сейчас тоже самое. Потому что точка Б, точка Б. Еще раз точка Б. Ну, как бы понимаешь, с одной стороны тут еще вопросы к капитану, тренеру. Как они вообще готовили это Инферно. То есть Стюит ОК, понятное дело, ты кроешь Б, понятно, на Б поставили 6 раз бомбу. Ты не прав. Но глобальной схемы у команды Cloud9 не хватает. Слишком пассивно, слишком дефолтно. Реально такого Инферно я давно не видел за защиту. То есть очень глупо, тупо и несуразно все это смотрелось. Это при том, что, в принципе, Инферно это не наилучшая карта команды СК. Да далеко, далеко не наилучшая. Вот идет кэш Инферно, это худшие их карты. То есть которые они, в принципе, за последнее время еще и проигрывали. И не самым сильным соперникам иногда. Так что, ну, это такой шанс был. И аналитики тоже говорили. И я тоже говорил, вот Инферно, Cloud9 тоже сильные. Там хороший процент побед. Но так нельзя, наверное, играть уже без банана. Даже учитывая то, что у вас на мажоре получалось 2 ВП тушить команду Фейс. Ну, и не только ее на этой карте. Все меняется очень быстро. Особенно вот учитывая то, что команда выигрывает мажор. Потом под нее просто начинают подстраиваться. И из-за этого, в принципе, идет спад. Потому что все уже тебя расценивают как очень сложного соперника. Так оно и есть, в принципе, сложный соперник. Но при всех сложностях для команды СК сейчас было легко, наверное. То есть они не ощущали вообще никакого притеснения. То есть тот же Фер, который постоянно ходит в ковры. И выходы всмолкать в арку. Ну, что это вообще такое было, ребят? Но так нельзя, если вы хотите дальше бороться за жизнь на АМ Катовице. В любом случае сейчас будет очень тяжело. Отличный шанс для команды Sky Gaming закрывать своих оппонентов. Нужно брать всего лишь пистолетный раунд. Хорошо отыгрывать на форсах. И махать рукой команде Cloud9, которая будет собирать чемоданы и уезжать к себе домой в Северную Америку. Но мы знаем, все-таки Cloud9 это команда, которая может себя как-то еще проявить. Тем более за атаку на Инферно. Благодаря своей стрельбе, опять же, можно что-то выдумать, что-то придумать. Но боюсь я, что все-таки Fallen не даст. Да, тут уже должны закрывать. Видно, что команда в строю. Тут абсолютно все находятся, игроки. Но всегда есть кому выступить героем раунда. То есть у нас итаку уже сегодня был. Фер вообще невероятен, как всегда, в принципе. Ну, Fallen, Coldzera, Boltz. Тут Boltz выпадает немного. То есть мы отмечали его на карте Мираж вот опорником. Очень хорошо он провел именно сторону защиты. И в целом он играет так вот уже от размена своих тиммейтов там уже. Ну, с другой стороны, кто-то должен выполнять эту работу. Кто-то должен, в принципе, быть в такой роли, которую ты не так часто отмечаешь. Ну, Cloud9 очень тяжело кого-то выделить. Был у нас уже Automatic. Вот, да, Мираж. Этот Ace, ребята, пересмотрите. Там нереальный хайлайт уже есть. Я думаю, в клипах у вас сохранен. Можете поделиться в чате с другими ребятами, которые только подключились. Может быть, на эту трансляцию. Но это было на Мираже. Но это был, знаешь, вспышка такая. Вот звезда, которая горит на одной карте, потом она просто падает. Потом вы просто не можете против СК отдавать позицию. Против СК. Наоборот, работает агрессия. То есть работает то, что вы, ребята, вот попытаетесь выйти на нас. Вот как-то вы умеете там через хорошие раскидки, через свой скилл. Но мы будем первее. Мы будем вас просто укатывать. И действительно, СК потом начинает уже себя чувствовать в хорошем положении. Так, прочекал мидл. Это уже начало второго пистолетного раунда в этом решающем пике. Но дальше так он не пошел. Слишком опасно. Тут вместе с ColdZero будет дальше играть через семерку. Фоллин стоит у нас на банане. Рядом с ним тиммейт. У Фоллина две флешки плюс диффузы. Интересный, кстати, расклад. Без смока играет. Капитан команды СК. Но Cloud9 подошли под Б-плэн. Делают раскидку с коктейлями Молотова. И готовы принимать. Фоллин откидывает флешку. Ферр тем временем действует на гробах. Фоллин влетает. Видит четверых слепых, полуслепых. Но все-таки СТУИТ ОК забирает капитана команды. Дефузы выпали. Два на банане у команды защиты. И два на дуге у атаки. Вот, собственно, тут все и решится, скорее всего. Если удастся забрать Аутематика и Тарика, тогда все получится. Аутематик делает все-таки свой минус, будучи красным. ColdZero отходит немножко поглубже. Попробует сейчас забрать соперников. Но все-таки СТУИТ ОК разбирает Ферра. ColdZero, ну, нет инфы, что Аутематик красный. Так бы уже давным-давно его просто-напросто перестрелял. А так пытался вычислить ему голову. И не получилось. 11-5, Cloud9 берет раунд. Ну, в итоге звено Аутематик все-таки приносит этот раунд своей команде. Молодцы, то есть выставили. Очень хладнокровно принимали эту агрессию на банане. И через Респ тоже пытались прорываться СК. Но, в целом, я с тобой согласен. Очень долго там Аутематика убивали. В итоге еще и не дошли до того, чтобы его ликвидировать. Ферр покупает себе маг седьмой. И отправляется на банан. Возможно, будет стоять за стеночкой. То есть выйдет и будут еще батить там тиммейты. Ну, в данном случае тиммейт это Форин, который тоже спадлся в 50-м. Нет, решили все-таки не выходить. Боятся молотовых, которые уже полетели. Стюит, окей. Одним воспользовался и занимает банан. При этом посмотри, где находится команда Cloud9. Вообще ничего не занимает в начале этого раунда. То есть они отдают инициативу в руки соперникам. Соперники тоже сидят на местах. Не, ну почему? Банан все-таки просматривают американцы. Он уже довольно близко с Тютикией находится к точке B. И, в принципе, картина сверху напоминает мне полностью дефолт от команды SK Gaming. Когда вот тут тоже ходил у нас Фолин на коврах и так далее. Така проверяет мидл, попадает по тарику, 62 хп ему оставляет. Ну и в первую очередь собирает некую информацию, необходимую для команды SK Gaming. SK решили делать дефолт. Не знаю, насколько это хорошо. 3 плюс 2 сидеть с пистолетами в руках и удержать хорошую раскидку будет довольно тяжело в любом случае. Но попробует. Пока что занимает ребра Cloud9, хотя бомбы находятся под B. Готовится подсадка 2D ColdZero. Сейчас он не убьет никого, но информация будет, ребята, о том, что пока никто не выходит. Так что это уже перетяжка. И, в принципе, она может сработать. Посмотри. Тарик, он вместе с Рашем, они, ну, да, выйдут на пятерку. Но дело в том, что большинство команды SK уже будут на точке B. И Болтс в библиотеке нельзя ни в коем случае пропускать сейчас арку в спину своим тиммейтам. Болтс это знает. Он сейчас будет выходить в бок. Но не получается убить тут пока что никого. Раш остается. Тарик будет дальше пушить. И три бойца. Как вы сыграете? ColdZero убивает все-таки Тарик. Это выход через Бонан уже готовится полным ходом. Раш ликвидировал ColdZero. Но Фер вместе с Болтсом отвечает Стюит Укей. Тоже в ответ против Фоллина. Фер не отпускает все-таки Стюит Укей. Аутиматик. Ситуация для него щекотливая. И какая хаешка невижная под ноги. Болт все-таки умирает. Шесть секунд остается. И тут уже Тако будет играть на время. Но почему же Тако решил отойти немножко назад? Нужно было играть активнее. Такое впечатление, как будто немножко побоялся. В итоге Аутиматик откидывает под себя смок. Играет на сэндвиче. Заходит в этот смок и уходит на кафель. По-моему, как же здорово он играет. Почему не уходит? Почему не ушел? Тако играет перед гробами. Аутиматик банально прячется в смоках. Дым вот-вот развеется. Еще семь секунд. И он тащит этот раунд. Аутиматик. Как это возможно? Тако. О мой бог. Какой момент. Однозначно один из самых лучших раундов, который мы с тобой посмотрели за последнее время. Аутиматик. Какое решение. Тако, вот видишь, был бы не с деглом. Ну, вот прошивал бы, может быть, дальше в этот смок. А так, рандом, тут ты прошиваешь. Противник быстро пытается выйти. Он просто тебя убивает без шансов. Но, с другой стороны, тоже ждать. Это был не вариант, наверное. Но какой выход от аутиматика? 6.11. Это ответ команды Cloud9. Есть два калаша. Галил, также два. Маг 10. Скадулы вместе со Стюит Укей будут врываться первыми. Стюит Укей готов заходить на ребра. Тем временем у команды СК Гейминг засада на зеленке. Библиотека. Арочка и Болтс, которые находятся близко к библиотеке. Но, по-моему, выход на короткий. Тут Фоллин возле сена. Чекает мид. Попадает. Хорош хэт, но снова выживает. Стюит Укей. Нужно теперь сейвить. Главное, свой второй армор не отдаваться. Игрокам команды СК Гейминг. Ну и тут все очень-очень хорошо для команды Cloud9. Они зашли на плент, поставили бомбу и берут раунд. Колдзель, конечно, будет пытаться добивать красных оппонентов. Но тут Раш уже не пропускает Колда. Последний остается Фернандо. На библиотеке. Надежда на какие-то хэтшоты, на ухудшение экономики своих соперников. Раш вроде как должен просматривать данную позицию. Оу, это было жестко. 7.11. И сейчас начинается, конечно, возможно, даже эра команды Cloud9 в атаке. Что защита тоже может трещать по швам у СК. Они не раз это показывали на Инферно. Но, с другой стороны, счет все-таки был настолько хорошим для них. Ладно, проиграли первый пистолетный. То есть, там, сыграли неплохо в следующем каком-то раунде. Но вот 3 в 1 против Оптиматика, это, возможно, точка вот все-таки возврата команды Cloud9 в этот матч. Ну, если честно, такие раунды хорошенечко могут действительно давать по голове. И какие-то мысли негативные могут затаиться сейчас в голове у команды СК Гейминг. Мол, как так? Мы сейчас должны были выигрывать легко и просто. Эту карту до Инферно мы их раскатали отлично за одну половину. Могли брать форс и вообще говорить им до свидания. Но не тут-то было. Команда Cloud9 берет очень важные раунды. И, что самое главное, денег немного у команды СК Гейминг. Они играют с МКами, с Фамосами. При этом гранаты, ну, кое-какие имеются. Хотя коктейли Молотова далеко не у всех. Скадудл с АВП. Калаши и Галил от Раша. Ну, и начинается игра. Здесь Скадудл очень активно. Знает. Ну, вернее, даже подозревает о том, что там вряд ли будет снайперская винтовка. У соперника Болтс на Малых Песках. 3 плюс 2. Пока что особо-то агрессии от Фера и Фольна не было на их позициях. А именно на точке Б. Банан полностью под контролем команды Cloud9. Наконец-то, хоть в атаке, они там побегают. Ну, и Раш вместе с Автематиком двойной пик ковров. Все очень грамотно. Есть информация о том, что соперники не занимали близко ни одной из позиций. Так что можно даже попытаться раскидать точку Б. Как-то заставить оппонента выбросить все гранаты, если они там у них есть. А потом уже еще одной волной выйти на Б. Или все же таки вернуться на А. Еще смок под Калдзер. Утого не будет информации по мидлу. Он может только простреливать. Браж остается в коврах. Ну и все-таки бомба остается на банане. Еще минута. Скиут-окей к этому готов. Какой спрей Фер вместе с Фолином отвитает. И это изи выход на точку Б. Отыгрывается все. И видишь, сколько у нас провалов было в защите. Но атака пока что лучшая. Да, не падает духом Клауд Найн после взятой пистолетки. После взятого раунда от Аутематика. Ребята понимают, что здесь еще можно все перевернуть. Тем более мы с тобой говорили. У SK Gaming Inferno далеко не самая сильная карта. А это значит, что такие провалы, которые только что были против CTK. Они реально, ну естественно, не в каждом раунде. Но добиваться успеха против SK Gaming Inferno можно. Два игрока в яме. Така и Болтс проверяют пока что ковры и библиотеку. Пытаются Клауд Найн аккуратно выкурить их из этих точек. Но сделать будет все довольно тяжело. Вот так вот. Отель будет тушиться. Вот Алик забирает Клод Зеру. Ну и здесь, конечно, Болтс должен вместе с Такой что-то. Ну, тяжело. Проявить, то есть, ну как-то засейвить нужно все-таки эти девайсы. Учитывая то, что, ну так, все плохо по экономике. Ну и по счету тоже может быть плохо. Ой, так я подставился. Ой, все-таки подставился там под аутематикой. Насколько было важно сейчас еще и второй девайс вынести. Но нет. Не получается. Ну, это уже камбэк от Клауд Найн. У них все неплохо по деньгам. Они уверены в себе. Они выходят на банан, забирают его. И, кстати, тут еще вопрос. Как команда SK будет воевать за Дугу? То есть, они будут сейчас занимать ее? Втроем-то, может быть, приходить близко. Потому что Фоллин, в принципе, любит пушить. Фоллин очень часто оказывается в сэндвиче и не выпускает на средних таймингов своих соперников на банан. Но, с другой стороны, пока что об этом мы не будем говорить, учитывая то, что у SK нет денег. Есть только М-ка от Болса. Господи, как же он горит. С Тюйта Кейва все-таки еще и выходит и забирает. Болс решил выйти. Но дело в том, что ты, если уже выходишь через этот смог, ты или убиваешь абсолютно всех, или убиваешь одного. И тут же идет размен. И, по сути, ты оставляешь свою М-ку на банане. Попробовать сейчас SK Gaming. В любом случае, даже 4 в 5 еще уже. В этой непростой ситуации делать какие-то киллы. Тут команда Cloud9 очень много денег начинает появляться, свободных. И, в первую очередь, с финансами команда Cloud9 нужно бороться. Тако с деглом проверяет яму. Там у нас никого пока нет. Утематик проверяет ложный. SK Gaming стоят, ждут вдвоем на А, вдвоем на Б. Но команда Cloud9 собирается в группировку и будут атаковать точку А, судя по всему. Тако, будут ли хэтшоты? Сейчас посмотрим. Слишком уж близкая дистанция. Горят уже болерная. Ступеньки, тарик, выход. И это легчайший минус против игрока SK. Фермак 7-ка все-таки на таком расстоянии убивает только со второго патрона. И это в голову против Тарикона. Стюэд, окей, не отпускает уже его ситуация. 2 в 4. И это будет попытка уже отфорена. Но тут уже нужно уходить. Хотя еще и хэдшот мог там шальной прилететь. Cold Zero приходит. Ну и он-то может тут остаться, в принципе, с деглом на выбивание. 9-11. Как же Cloud9 сейчас вот читает своих оппонентов. Любая позиция, даже против пистолетов. Вот выход против Тако сейчас. Это слишком открыто. Вот дегл тут должен, я не знаю, каждый патрон в голову, чтобы убить всех. Так, возможно, стоило сыграть вместе с Ферром. Но, с другой стороны, это была попытка удивить оппонента. Но оппонент был готов к любым сюрпризам. Ну, в любом случае, следующий раунд нам ответит на некоторые вопросы. SK Gaming нужно тащить два подряд, чтобы вырубать команды Cloud9 в плане финансов. Но Cloud9 при этом приближается очень серьезно к временной ничьей. К счету 11-11. Пока что 9 взяли американцы. Но мы видим, что явно не унывают и абсолютно забыли про результаты первой половины. А первая половина была проиграна счетом 1-4. И вот она пауза. И, скорее всего, от команды SK Gaming. Ну, если я не ошибаюсь, это... Нет, Cloud9. Да, ну, для SK была бы уже третья, наверное, пауза. Две они использовали. Cloud9, второй тайм-аут. Видишь, они даже, учитывая то, что так сильно проигрывали первую сторону, только вот второй раз общаются по поводу того, что стоит перестроить. Как нужно подстроиться под своих соперников. И, ну, с другой стороны, что подстраивать. То есть ты можешь просто уже делать то, что получается. И то, как вот SK отыгрывали, является тому подтверждение. То, что у тебя получается ходить на точку B. Ходить только где-то добавляй, может быть, какую-то агрессию от игрока на A. Там выход через ковры или через смок на пятерку. То есть тоже можно зайти в арку. И тут что-то подобное от команды Cloud9. Но, с другой стороны, если сравнивать атаку одних и вторых, то у команды Cloud9, наверное, другая. Они чаще обращаются к пленту A. Тут не так уж они много пытались вот моментов использовать на точке B. Тут все же раскидка на A. Выходы через ковры. Тут леса на большие пески. Ну, и... Также работа против арочки. С Тьюит ОК и Мелресп уже начинают гореть. И только под свой же смок уходят обратно в яму. Потушил себя СТьюи. Уходят все с дуги. Вот банан. У команды СК хорошо пока что принимается. Поработали на дуге, но при этом потратили очень много гранат. Остаются два еще коктейля Молотова от Болца и Така. Ну и парни попробуют их реализовать чуть позже. Тем временем ждут команды Cloud9. Пока смоки пройдут. Пока можно будет все-таки зайти на дугу и сделать какую-то работу. Хотя по-прежнему на банане действуют у нас два человека у команды СК Гейминг. Подсадочка на текстуру. Ждут пока яма пойдет. Тем временем Cloud9 уже заходит на ребра. Ну и наверное постоят тут какое-то время. Ну есть информация о СК, что противник занимает эту точку. Есть ли там бомба? Вот в чем вопрос. Уитокей ожидает поджима на банане. Там уже далековато находятся оба игрока СК. Утематик чекает балкон, получает под себя Молотов. Нужно уже отойти. Ну немного подгорел. Это не важно. Тарик. Выход более поздний на банан. Отогнали все-таки Фера вместе с Фолли. Нам будет подсадка. Судя по всему, так же Молотова Тарика, который в теории может выгнать там возможного снайпера, который на старте стоит и просматривает выход на дугу у Колдзера. Довольно-таки активно будет двигаться. Будет, наверное, выходить. Там будет флешка от тиммейта, наверное. Но дело в том, что только один слепой был игрок атаки. СК забирает все-таки Колдзера. Ситуация 5 на 4. Очень важно. Сейчас Боллс вместе с Тако сработает здесь. С двух сторон их будут зажимать. Ой-ой-ой-ой. Боллс на ящике. Все-таки забирает только 1-8. Окей, Тарик тут же на размене. Так, он на больших песках. И тут уже слишком уж много противников на экране. И Фоллин справляется с оптиматиком. Это было через смок. Бомба поставлена. Ситуация 2 в 3. 2 в 3 будет тяжело выбить. Огромное количество смоков лежит под библиотекой. По-моему, развернулся назад уже игрок защиты. Ферр чекает колодец. Тут никого у нас нет. Уходит на Бэплэнд. Ну и Фоллин тоже долго не думает. Уходит к своему тиммейту. Пытался, видимо, подобрать снайперскую винтовку, которая была где-то на зеленке. Но ее подобрал игрок команды Клауд Найн. Два ВП сейчас у американцев. И не знаю, насколько это верное решение. Потому что, в принципе, все неплохо получается, будучи с одним авиком. Но, может быть... Нет, выкинул все-таки Тарик АВП. Оставил себе эмочку. И это 11-10. Фоллин с Фером засейвили. Но, по-моему, экономика дает им возможность дать дропы своим тиммейтам. Это будет, в принципе, полноценный байвинг с кгеймом. Да, но с другой стороны, даже мы вот с тобой говорим не о девайсах, а о том, как вообще команда обороняется сейчас. Но слишком уж закрыто, зажато. То есть, как на А, так и на Б никто не выходит. Ну да, была попытка там под стеночку на Банане выйти. Ну, вот одна флешка от Арика, все. Мы обратно возвращаемся на точку Б и не имеем информации по подходам вообще на эту позицию. То есть, и на ребра вроде как была уже попытка выхода от соперника. То есть, вы вообще закрыты. Вы в вакууме находитесь, и вас уже загоняют со всех сторон. Но СК стоит все-таки добывать себе какие-то... минусы. Потому что, ну, я уже не помню, когда был опен фраг для бразильцев. Когда они сыграли в большинстве в начале раунда. И опять после взятого решили поговорить Клауд Найн друг с другом. Что сейчас они решат, к какому выводу придут. Совсем близки к временной ничьей Клауд Найн. Нужно взять один буквально раунд и вздохнуть с облегчением, что ли. Потому что реально после первой половины тяжело смотрелись Клауд Найн. Мы, возможно, отчасти даже похоронили этот коллектив. Но веры было мало. Ребята возвращаются. После такой защиты действительно очень тяжело, в принципе, верить в команду, которая не может остановить выход на точку Б. Но, с другой стороны, атака, конечно, козырь. И у одних, и у вторых, как выяснилось. Фоллинг вновь подсадка. Но они будут подсаживаться до того момента, пока Фер там не попытается кого-то забрать. Если Клауд Найн выйдут на точку Б, Аутематик прошивает ковры, молотов бойлерную, Тарик под него может выйти. И тут вновь будет дабл-выход против ковров. Но дело в том, что в этой ситуации здесь никого не найдут игроки Клауд Найн. Тарик уже у ребер Калдзера. Ну, слишком уж зажато. То есть ничего не меняется, вновь закрытый дефенс. Но, возможно, в этом раунде он сработает. Аутематик, десант. Аутематик падает на короткий. Тем временем Болт удалось пережать его из-под плента. Болл, тем временем, остается на позиции. При этом Така без коктейля Молотова, естественно, чувствует себя очень-очень хорошо. Коктейль прилетает, но уже поздно. Калдзера забирает плент. Така остается внутри плента, играет под смачок. Скадудл с ВП промахнулся. Така начинает нашивать ковры. Скадудл живет. Коктейль Молотова под сено. Но Скадудл очень своевременно упал на короткий. И, соответственно, есть довольно хороший шанс отеров затащить. Нужно поставить бомбу. Скадудл пока что ожидает выхода от соперника в спину. Но дело в том, что команда СК опытная. Она не будет пушить оппонента, пока бомба не поставлена. Или хотя бы была какая-то попытка установки плента. Фолин просматривает еще выход. Убить бы Фолина сейчас Скадудл с ВП почему не действует? В принципе, можно проверить хотя бы ребра. Все еще ждет. Фолин не имеет информации. Така тоже не выходит. Но по нему была инфа. Так что тут попытка будет от Раша ликвидировать соперника. Фер может ворваться сразу же в смог. Если у Така будут проблемы, нужно уже, наверное, врываться. Така справляется со Скадудлом. Но дальше Раш. Уже два минуса. Один на один ситуация против Фолина. Кладко семи. И он не промахивается. Тут было очень сложно проиграть этот раунд Фолину. Тяжелый. Тяжелый в любом случае раунд. 12-10. Денег мало у команды СК Гейминг. Нужно еще подобных раундов брать два подряд. Поэтому, в принципе, команда Клоуд Найн, я бы не сказал, что многое потеряла, отдав этот раунд. Они, наоборот, сейчас могут еще приобрести плохие деньги СК Гейминг. КВП у Фолина, правда, появляется. И это, наверное, самая важная победа для Габриэля. Только что получилось, в принципе, да, обороняться. Более-менее Така выжил. За что большое ему спасибо от команды СК. 100%. Потому что большие пески это... Ну, постоянный такой фактор был тревожности для Клоуд Найн. Они не могли, в принципе, ставить бомбу. Потому что Така постоянно в спине. И не знали уже, там будет какая-то поддержка через Ковы, например. Может быть, даже выход через МОК на малых песках. Так что здесь ключевой момент. Раш ждет атаки со стороны защиты. Тут на Коврах СК Дудл также через подсадку просматривал выход на банан. Но у Фолина и Фера ничего не меняется. То есть снова подсадка на цветы. Потом уже будем принимать оппонента, исходя из его раскидки. Кстати, смотри, не знаю, обратил ли ты внимание. Калдзиро с АВП играет, а не Фолин. То есть Толедо за сейвил авик. При этом не стал играть на Б с АВП. Идет раскидка точки. Габриэль начинает нашивать, тем временем Ферр на клумбе делает свой минус. Понимает, как команды Cloud9 не находятся в соперниках. Но при этом Феру удалось все-таки сделать еще один килл. Калдзиро успел пройти на хелпу. Откидывает флешку, но отличные коктейли Молотова. И Феру пройти пока что не дают. В меньшинстве Cloud9 решили сдержать точку Б. Посмотрим, получится ли. Смотри, выбивать будет команда СК без банана. Автиматик за колонной. Раш вместе с ним будет посмотреть выход через 90. Там находится только один Фернандо. Флешка. Ой, коктейль. Но все-таки он уже догорел. Затушили. Здесь выход будет все-таки на Рашу. Очень красный. 18 хп у него остаются. Там флешки летят от Скадудла. И под них, в принципе, никто не выходит. Тут еще один Молотов на Рашу. И сгорает все-таки он здесь. Автиматик через темку. У них есть хроссфайр со Скадудлом. Он первого забирает. Это был Ферр. Болосу нужно выйти и убить. И Скадудл заключает еще здесь. Как же долго тут выходят. Господи, как же они тут выходят против Скадудла. И не выигрывают этот раунд в большинстве. В один момент ситуация 4 в 2 была. И как же вот по одному. Ладно первый не залетел. Скадудл убил. Потом второй. И потом в итоге вы просто уходите на сейф. Потому что у вас не хватает времени. Слишком долго действовали сейчас ребята из команды Sky Gaming. В итоге поплатились за все это. Один сейф всего лишь снайперской винтовки. В итоге все очень и очень плохо складывается для ребят из команды из Бразилии. Потому что денег нет. Придется играть с глоками. Причем не с глоками, а с юспами. Несколько раз. Покупается эти колдзирок в этот девайс. После того, как сожгли Раша. Ну казалось бы все, что вот получается выходить. Все, вот еще дальнейшая будет какая-то раскидка. Может быть там оставались какие-то флешки. Но вот выход совсем уж не синхронный был только что от бразильцев. И это нетипичное выбивание от команды СК. Обычно вот вместе как-то вот на размен всегда есть возможность вот выйти и сразу же убить обидчика тиммейта. Но не в этом случае. В этом плане, конечно, Скадудл остался на банане и спас команду Cloud9. Потому что на аутематика там загоняли в темке. Ну и вот он бай от бразильца. Посмотрите на этот набор. МАК 7 от ФЕРА. И МПшки. ФОЛЛЕН БОЛСИКОЛД ЗЕРА. М4А4 АТАКО. Ну и здесь. Упор на гранаты. От некоторых бойцов команды СК. То есть удерживать они будут соперников в начале раунда. А что делать потом? Скадудл с АВП. Стоит, смотрит пока что врывы СК Гейминг. Ну а те пока думают, как реализовать ЮМПЫ и дробовичок от ФЕРА. Ну ФЕРА попробует на точке Б встать в этот раз. Не на коврах, как мы уже видели его с дробовиком, а на точке Б. Ну а Клауд Найн в принципе, я думаю, может смело уходить снова на точку Б и откидывать огромное количество гранат и смело заходить на эту позицию. Потому что откидок, грубо говоря, нет. И вне позиции находится СК Гейминг. Типичный раунд от команды Клауд Найн. Ну точно так же, как и у СК. Готовит раз скидку СК Дудл. Будет дуэль на длине с Колд Зеры. Ну у Колда уже нет снайперской винтовки. А по поводу того, что есть АВП, но все-таки он очень часто именно в этой позиции встречает оппонентов со снайперской винтовкой. И Фолину, возможно, неудобно там отыгрывать в каких-то моментах именно со снайперской винтовкой по вопросам защиты точки Б. Ну занимает вновь ребра команда СК. Тут откидка на угол. СК Дудлов все еще ожидает выхода от соперника. 30 секунд на таймере. Как бы не на 10 секунде выходить на плент. Дело в том, что СК в таких моментах очень хорошо себя чувствует. Колдира уходит назад на КТ спаун. Тем временем на А плент зашли Клауд Найн. И совсем что-то все плохо с чтением соперника у бразильского состава. Аутематик воспользовался этой ситуацией. В спину забирает легко и просто так. Аполт живет на борту, но недолго. И могут уходить на сейф те ребята, у которых есть первые и вторые арморы и юмпики. Потому что тут уж ничего ты не поделаешь. Еще один раунд для команды Клауд Найн. Счет 12-12. И в следующем юмпы с дробовиком от Фера. Команда Клауд Найн может взять 13. И легко довольно. Катали СК своих соперников за атаку. Сейчас раскатывают их. Вот раскидка на точку Б только что заставила перетягиваться с арки, например, бойца команды СК. Потом выход против одного. Ну и Боллс тут, понятно, не мог ничего поделать вообще с этой юмпшкой, сидя в смоке. И его прочитали оппоненты. Сейчас будет 25-й раунд. СК только один в защите. Кто бы мог подумать, после такой атаки просто зубодробящей, такие раунды, выходы, ломали там. В принципе на А тоже выходили. Гнули свою линию, диктовали абсолютно все свои условия. И на них соглашались ребята из команды Клауд Найн. Но сейчас уже поменялись команды сторонами не только в кейсе, только и по ролям. То есть есть один доминатор и тот, кто ничего не может поделать со второй стороной вообще никак. Ну что, друзья? И знаешь, вот какой еще тревожный звонок. То, что команда СК ничего не меняет. То есть до сих пор было 3 плюс 2. Вот ребята, давайте вдвоем там на B, подсаживайтесь, закрыто как-то пытайтесь играть. А мы будем на дефолтах тоже на A. Один в арке там, где-то на 5 может быть так вот там, где-то на больших песках. Ну и Боллс тоже пытается вместе с ними как-то сыграть. 4 плюс 1. Ну, следующий раунд будет в любом случае намного интереснее. Тут все-таки совсем ничего нет у команды СК гейминг. Только они стакнулись на Аплент. И единственный шанс это выход через короткий. Это команда Клаудная. Но какова вероятность, что именно через короткий? Наверное, 33%? Возможно, крайне мала. Это вероятность. Ну, 33 на банан, 33 на зелень, 33 на короткий. Это алибо. 50 на 50 на самом деле. Или 50 на 50. Я помню, когда впервые услышал такую информацию. Такую инфу, вернее, в Тимспике, когда играл еще. Две ЮМПшки, конечно, МАК-семерка. Но это СК. Все еще очень опытные стрелки, которые могут выходить из таких положений. Не раз это доказывали. Скадула вместе с Тариком подходят под ребра. 50 секунд на таймере. Боллс тут может очень жестко как-то открыться. Слишком уж. Для Тарика это был легчайший минус. 5 на 4. И это будет выход на точку. А Фолин забирает Раша. Бомба на семерке. Фолин уже спрыгивает. Большие пески. Его не отпускают. Все-таки это был Стюит ОК. Остается еще и ТАКО. ЦЗ-шка против Скадула. 3 в 3. Но ТАКО здесь не ожидал от тематики Колдзера. На коврах. Упытается у соперника. Как же не залетает против Тарика. Здесь 18 хп. Остается у него Фернандо. 1 в 3. МАК-семерка. Он слишком далеко. Здесь, конечно, Колду нужно было забирать оппонента. И потом уже 2 на 2 можно выходить дальше. Да, 2 на 2. Действительно шансы были. Какие-никакие. Реализовать свою позицию. Ферр ушел на ковры. Попробует там показать себя с дробовичком. Но, по-моему, должны понимать американцы, что тут уже где угодно может находить соперник. Ферр удалось забрать Тарика, подобрать Калашников и уйти на сейф. 13-12. Команда Клауд Найн выходит вперед на карте Де Инферно. И вот сейчас, друзья, начинаются самые интересные качели. Потому что все-таки УСК будет хороший бай. И мы говорили о том, что ничего они не меняют. Может быть, сейчас как раз-таки пришло время хорошенечко повоевать за Дугу. Было бы неплохо выиграть. Банан. Особенно учитывая то, что будет снайперская винтовка у Фолина. Ну, понятно, что Калдзера все-таки решил вернуться обратно. Ну, у него и не было, в принципе, денег, чтобы покупать вторую снайперскую винтовку. Но, с другой стороны, ты знаешь, уже читалось то, что он будет принимать соперника с М-кой. Потому что где-то, возможно, от него именно не хватает перетяжки, вот, мобильности. С АВП все-таки это не самый мобильный игрок. Будет ли подсадка здесь после Молотовых от Фолина вместе с Фером? Нет. Все-таки просмотрели возможный быстрый выход от соперников. Его нет. Дальше можно вернуться обратно. Аутиматик на коврах тоже все чекает вместе с Рашем. Вот, видишь, аутиматик прочекал, потом Раш вышел. То есть, вы полностью пресекаете возможный выход от оппонента именно на ковры. А, кстати, вот ковры команда СК еще не пушила ни разу. Там сверх пассивный играет вот так вот вместе с Болтсом в паре. Ну, пока что стоят Клауд Найн, стоят СК Гейминг. Повторяют полностью обе команды свои тактики за КТ. Точно такой же дефенс был у нас у американцев. Очень плохой дефенс. И это, конечно, звоночек. Звоночек, который говорит нам о том, что у СК Гейминг большие проблемы на карте Дейнферно. Клауда могут точно так же подойти сейчас на точку Б, на банан, раскинуть огромное количество гранат, зайти под размен и затащить раунд. Бомба по-прежнему на перекрестке. И куда же она пойдет? Куда же пойдет бомба? Все-таки на А решили пойти, парни. Летит смог по билотеку. Так, да, тут Клдзера все еще готов принимать выход. Тарик вместе с ним, флешка неприятная, Клдзера. Замечает оппонента, перескалка выиграна, СТУИТ ОК на размене. Ну, возможно, стоило все-таки попытаться уйти здесь Клдзере, но это попытка выхода против СТУИ. Засчитана, но не совсем успешно. Болт принимает уже СТУИТ ОК. Это на малых песках происходит, на больших здесь падает все-таки Болт. Аутиматик разбирается с ним. И Раш еще и читает Тако. Но Тако постоянно за этой стеной, то есть за разломом стоит. И там уже и Молота влетит, и можно, в принципе, прифайер давать. Но какие биты сейчас игроки команды Клауд Найн остаются после этого выхода? Но факт остается фактом. Команда Клауд Найн выходит на 14-12. СК, что с вами случилось? Почему вы повторяете ошибки своих соперников? Ну, самое главное, знаешь, мы катиковали команду Клауд Найн. Ну, окей, там, может быть, нет такого капитана, такого лидера, как Фоллин. Ну, почему Фоллин сейчас не может принять хорошее решение? Почему они не пытаются вчетвером держать Плэнт А или втроем Плэнт Б? Сегодня не раз в аналитике и комментаторы тоже отмечали то, что очень часто защита просто становится вдвоем на коврах, например. То есть есть АВП, есть МК. Хороший размен однозначно в большинстве ситуаций тебе обеспечен. Ну, то есть АВП... Вообще сила команды СК это игра от размена. То есть им надо постоянно где-то искать фраги в начале дела. То есть для них не вариант играть втроем на А, вдвоем на Б просто. И допускать, чтобы команда, которая играет против них, раскидывала Плэнт А, заходила или Плэнт Б раскидывала. Но в любом случае 5 в 5 для них выходы это не вариант. Ну, дело в том, что они не используют какие-то дефолтные комбинации. Вот выход на ковры, как-то противбойлерность играть, например. Ладно, если у вас есть снайперская винтовка на А, то почему бы не зайти на ступеньки, там, не убить противника, который постоянно прыгает на бойлерную. То есть это вот Аутиматик, Раш там выходит постоянно. У них, как и у Фера, вот в атаке все очень вальяжно. То есть они выходят, чекают лениво, то есть дают информацию, ребята. Вновь они не занимают ковры, то есть вновь они не пытаются поджимать нас на ребрах. Ну что ж, будем делать. Давайте раскидывать то, как у нас и получалось, раскидывать на точку А выходы пока что очень хорошие от команды Cloud9. Видишь, все-таки есть отличие, то что действительно атака у американцев сконцентрирована на точку А. На Б они не так часто появляются, но и не нужно там появляться, если на А вас не принимают. Коктейль Молотова быстрый у команды Cloud9. Скадудл вычислял только что кафель, ну и Фолин его перестреливает. Уже в который раз Фолин справляется с снайпером команды Cloud9. Ну и первый, кстати, entry kill для СК, по-моему, за долгое время игры в защите в меньшинстве. Теперь Cloud9. Дугу они заняли, ну и уже перетягиваются на банан. Будут заходить все так же на Фолина вместе с Фером. Закрылись ребята. Один в темке, в другой позиции находится Фернандо. Это ньюбокс. Тарик ждет раскидки от своих тиммейтов. Но он первый, наверное, не будет выходить с бомбой здесь. И Аутматик, Раш тоже подходят с тюйтокей в позиции. Одна минута остается. Я думаю, что не будут тянуть резину сейчас Cloud9. Раскидка уже в пути. Фер тут же откидывает Молотов под себя. Горит Фернандо. Нужно уходить. Фолин принимает первого Тарика. Тут пытается выйти очень быстро. Раш тоже отлетает от капитана Габриэля. Ситуация 2 в 5. Аутматик получает Маслину. Здесь и после нее даже еще и хаешку прямо в карман. С тюйтокей последний. Ну, колдзер убивает. Но как действовать против Фолина? Никак. Здесь его уже будут заходить и обходить в спину. Да, тут еще и Тако не отпускает. С тюйтокей. Ну и Молотов его еще и задержит. Знаешь, было бы неплохо, конечно, после раунда. Я бы хотел сказать убить С тюйтокей. Но с другой стороны, там денег очень много. С тюйтокей под флешку врывается, забирает Тако. Тут еще появляется опция выхода на точку А. Но он не ждет Болтса. Он Болтса, думаю, вообще никак не читает. Болтс успел тут на плент пройти. С тюйтокей думает, что где-то вдалеке находится соперник. Ставит бомбу и погибает. Раунд для команды SK Gaming. Это 14-13. Потеряли двоих игроков. Нужно давать дропы. Поэтому все-таки у команды Cloud9 есть отличный шанс закончить карту Дэйнферно своей победой, закончить серию победой 2-1. Друзья, напоминаю, что мы смотрим А.Е.М. Катавица. Мы смотрим матч SK против Cloud9. Все начиналось с карты Дэйнферно. Там победили SK Gaming. Потом на Мираже SK Gaming проиграли. И вот она третья решающая. И три раунда основного времени остается досмотреть на Дэйнферно. Но борются SK до последнего. Не хотят отпускать соперника. Они же все-таки должны выйти в этот плей-офф. Cloud9 такого же мнения о себе. Так, он на чек играет. Вот наконец-то есть тут-то в коврах. Хотя бы вот увидеть соперника. То, как он занимает. Это уже информация полезная для Тако. Но по таймингам все-таки он решил отойти и боится. Может быть даже снайперской винтовки в атаке. Она на руках у Скадудла. Кстати, пока что Скадудл не имеет вообще работы. То есть это выходы обычно сводятся к калашам. А Скадудл последний. В Фоллен тут, кстати, есть комбинация с Колдзерой. И это риск. Четыре в один. Это схема работы команды SK в защите. Оставили только одного фера на точке Б. И, кстати, Банан пока что команда Cloud9 даже не пыталась занимать. Еще масса времени смог на пятерку Фоллен. Пытается убить соперника. Здесь еще не встречали Cloud9 этого снайпера. Ой, какие прострелы. 36 кп остается у Фоллен. И нужно обратно уходить. Обег от Скадудла. Отходит назад парни из команды Cloud9. Ну и 45 секунд до конца. Аутиматик загулял под коротким. Почему-то никто его не прикрыл. И вообще, что он там делал? Самое главное один. Почему нельзя зайти на точку Б вместе? Зачем нужны эти отдачи? Фоллен 36 хейлс-поинтов. На той же позиции, в которой он в прошлом раунде делал минус. Прекрасный смог тайминговый. Зайти на Б-плэн будет очень и очень тяжело. 3 на А, 2 на Б. Выход дым. Фоллен делает минус. Фар тоже делает килл. Фоллен остается на исходной позиции. Приходится выходить на Фоллена сейчас. Раш вместе со Скадудлом. Клэшка летит от Фоллена. Ну и он сам слепнет. И еще сгорает в этом молотве от Скада. 3 в 2. Раш пойдет на 90. Снайпер команды Cloud9 вместе с ним. В принципе, тут могут пропустить уже одного Колдзеру. В принципе, по нему будет информация. Так что Раш уже может отправляться обратно на гробы. Тут хорошая флешка заставляет Скадудла отворачиваться и отходить обратно. Никто не пошел через церковь, кстати. Все действуют через кафель. Скадудл чекает до сих пор эту же позицию. Колдзера начинает нашимать. Колдзера падает. Раш тем временем начинает шить в ответ. Скадудл на гробах. Летит какая-то фейковая, не знаю, то ли граната, то ли это девайс. Он простреливает Така. Болтс. Один на один. Сел дефузить. Болтс. Он простреливает Болтса. О, боже мой. Вот это раунд. Вот это хедшот. Просто неимоверно играть Скадудла. И далеко не самого топового снайпера в мире. Но как же четко он сыграл. По очереди решили дефузить эту бомбу ребята из команды СК. Были наказаны только что плеткой. В данном случае, конечно же, это АВП. Но тут щелкал просто. По лицам своих оппонентов. Такой раунд это жесть. Ну, такой, да, вот ситуация. Вы уже остаетесь вдвоем против Скадудла. В принципе, он выстрелил. Он сначала не попал. То есть у вас 100% информация о том, что соперник находится на 90 с АВП. И потом вот так вот дефузить просто. Понятно, что там Скадудла попытается еще раз прошивать оппонента. А там, в принципе, есть 100% точка, где ты простреливаешь. Может быть, не на 100 хп. Но чтобы двоих. Понимаешь, Болтс на самом деле нельзя сказать. Ну, Болтс, да. Потом сел, и понятно, что он простреливший. Но нужно было ему уже сидеть там. Понимаешь, уже так вы играете. Так вы пытаетесь выиграть этот раунд на дефузе. Тут, в принципе, после одного промаха можно было бы игроку, который не дефузил, выйти против Скадудла. А потом, если не получается Болтсу, например, то потом второму выйти и уже точно не отпустить его. Но, с другой стороны, здесь решили именно так сыграть противницы. Это матч-поинт. Плаут-9, 15-13. Невероятный камбэк со счета 4-11 после первой провальной стороны защиты. И посмотрите на девайсы команды СК. Все очень печально. Это два МП-9. Есть также Фамос и, соответственно, ЦЗ-75 у Болтса и Колдзеры. Ну, о дефузах они могут только мечтать. Стоит Колд пока что на зеленке рядом с ним под библиотекой Болтс. Клауд-9 играет крайне аккуратно. Они прекрасно осознают, что сейчас это тот самый шанс, дабы поставить точку в этой встрече. И доказать команде СК Гейминг, кто же все-таки в данный момент является сильнее в этой best-of-3 встрече. Ну, и если они этот раунд отдают, тогда в СК появляется шикарный шанс свести все к дополнительным. Подошли под Аплент. Играют на перекрестке. 55 секунд до конца. Тем временем спину взял МСУ и 2К. ХАЕшка на центре. Очень много дэмэджа ХАЕшка нанесла. 61 у Тарика, 66 от СК Дудла. Ну, и при этом Болтс уходит поглубже к Пленту Б. Фоллен тем временем решает поджаться под стеночку на банане. Там два бойца команды Клауд-9. Одного из них уже Фоллен замечает, соответственно, команды отойти обратно. Потому что тут особо оставаться не стоит. Опасно. Там откидка хорошая. Гранат от команды Клауд-9. Остается еще в наличии... Ну, это фейк. ...четыре смока, да. И две гранаты Молотова. Да, это фейк. Это будет раскидка. Но, опять же таки, бомба будет относиться на точку А. С Аутиматиком уже направляется. Да, это позиция Скадудл. Да, крадется по Тайку. Опять же таки, нет информации. Аутиматик отлетает. Клзер разбирает еще одного раша. Господи, Скадудл все-таки забирает Клзеру. Но еще остается боец команды, который на перетяжке. Именно вот Стюит. Таки его тоже читает. Это хэдшот. Просто наперед стрельба. Фоллен вместе с Фером. Уже только Фер. Ситуация 1 в 2. Скадудл просевший. 30 хп. Стюит. Таки фуловый. И как же сыграет здесь Фер? Фер с МПХ. Действует на ребрах. Чекает лево. Дефузов при этом у него нет. Возможно, у кого-то из тиммейтов есть дефчики на пленте. Фер заходит на плент. Но Стюит окей. Через ковры делает последний выстрел. 16-13. Команда Клауд Найн побеждает на карте Дейн Ферна. Неожиданно для меня лично. Наверное, для Энканиса в том числе и для вас, дорогие зрители.